Идем дальше. Форум. Про данный форум могу рассказывать очень много. Это отличное решение. Называется форум Easy Discuss. Как вы, наверное, помните, лучшим бесплатным расширением для организации форума на Joomla является Кунена. Это хороший форум, но если посмотрите на Easy Discuss, то поймете, что есть разница. Казалось бы, чем форум может отличаться от другого форума, но разработчики Easy Discuss решили выжать из форума Максимум и сделали идеальный инструмент для оказания поддержки. Это как форум плюс тикетная система плюс каталог ответов на часто задаваемые вопросы. Итак, в чем преимущество компонента Easy Discuss как компонента для оказания поддержки? Пользователю не обязательно заходить на форум для того, чтобы ответить, перезадать вопрос. То есть вам пришло уведомление на e-mail, вы сразу же на e-mail отвечаете, и данное сообщение постится на форуме. Плюс, если пользователю ответили на вопрос, он согласен с этим, то он отмечает, что именно данный пост помог ему с ответом. В результате формируется база знаний. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Дальше живые уведомления. Пользователь гуляет по форуму, и если появился ответ на его сообщение, у него появляются такие всплывающие окошки. То, что у вас есть ответ, перейдите, посмотрите. Есть график работы службы поддержки, показывает, на месте ли сотрудники, которые оказывают поддержку. Есть дополнительные поля, которые можно задать. Например, логин, пароль для доступа к сайту, который будут видеть только разработчики. Можно создавать опросы. Различный вариант управления подписками на чтение и на слежение за постами. Есть разные типы постов. Это может быть идея, это может быть проблема, это может быть баг. Есть возможности установки приоритетов, плюс для социальности добавлены ранги. Есть бейджи, которые выдаются за определенное действие. То есть, прочитал столько-то постов, ответил, добавил столько-то лайков, набрал определенную карму, выдается бейджи. Плюс, естественно, есть модераторы. Есть интеграция с Эмиральдом, то есть, например, пользователь купил подписку и ему назначается определенный бейдж. Плюс, есть интеграция с Вандерлист, Слаг, Твиттер и Фейсбук. В Вандерлист вы можете перекидывать все задачи, которые нужно решить на форуме, то есть, которые не решаются моментально. Плюс, если используете Слаг как групповой чат, вы можете скидывать задачи туда или постить ответы на форуме в Твиттере и Фейсбуке. Вот такие преимущества у компонента EasyDiscuss. Давайте посмотрим на страницу описания данного компонента. Да, данный компонент у нас отличается по внешнему виду немного от стандартного форума, но, скажем так, нужно совсем немного времени, чтобы привыкнуть и сразу почувствуете удобство. Изнутри расширение у нас выглядит следующим образом. То есть, здесь все хорошо структурировано и легко настраивается. Естественно, имеется русская версия. Недавно как раз вышла пятая версия из Discuss, которая работает чуть ли не в три раза быстрее, чем предыдущая. Вот так, к слову о том, что данное расширение развивается. Дальше, следующее расширение, которое я использую, это компонент Asimiling. Данное расширение позволяет с вашего сайта проводить e-mail рассылки, причем расширение по своему функционалу конкурирует с матерыми сервисами, такими как Smart Responder, GetResponse, MailChimp и плюс имеет дополнительные возможности функционала, которыми не обладают вышеупомянутые сервисы, благодаря именно тому, что это расширение для Joomla. То есть, вы можете подхватывать любые данные из базы данных и, исходя из этих данных, выстраивать свои воронки продаж, выстраивать свою серию писем. Подробно про данное расширение я уже рассказывал в одном из обзоров, можете его посмотреть. Далее, следующее расширение – социальные кнопки. Здесь добавить нечего, компонент, точнее, плагин называется LikePro от компании Joomline. Я использую платную версию, в ней нет ссылки на разработчика, плюс ряд дополнительных возможностей. Все, что нужно в этом расширении, есть – это кастомизация кнопок, это любые кнопки социальных сетей и автоматический подсчет лайков, независимо от того, нажали на эту кнопку или это просто была реакция социальной сети. Плюс также поддерживается микроразметка OpenGraph для социальных сетей, которые в нужном формате передают данные с вашего сайта в социальную сеть с разделением картинки, заголовка и самого текста. Дальше. Оформление сайта. Для оформления сайта я первое использую шоткод Ultimate. Есть аналоги, конечно, данного расширения, виджет кит, есть другие шоткоды. Но шоткод Ultimate в последние полтора года для меня является, безусловно, лидером по возможностям. Это более 80 дополнений, которые вы можете использовать в любом месте вашего сайта. Это кнопки, это различные боксы, цитаты, форма обратной связи. И все это вставляется на ваш сайт одним кликом мышки. С помощью данного расширения можно делать отличные лендинги, украшать страницы карточки товара, то есть делать лендинги из карточки товара в вашем интернет-магазине и в целом украшать любые элементы вашего сайта. Это могут быть модули, это может быть контент, это может быть та же шапка, что является модулем. Плюс есть всплывающие окна при заходе на отдельные страницы, есть окна, которые всплывают при уходе со страницы. Это все объединено в одно расширение. Подробный обзор данного расширения также делан на блоге, можете посмотреть. Подробные инструкции у нас есть в курсе создания прибыльного лендинг-пэйджа на Joomla. Там мы полностью рассматриваем данный компонент. Идем далее. Следующее расширение, которое я использую, это расширение для меню. Оно необходимо мне бывает крайне редко, но порой пригождается. Лучшее расширение для бокового меню, это расширение от Nextend Web. Так и называется. Аккордеон меню имеет богатые возможности по интеграции с различными компонентами. В частности, интегрируется с Cobalt, ZOO, K2, то есть может выводить в автоматическом режиме категории из данных расширений. С Virtual Mart, Zoom Shopping. Богатая настройка оформления и внутреннего содержимого данного меню. То есть все, что нужно для меню. Данное расширение я рассматривал в курсе по созданию интернет-магазина в максимальной версии, где у нас были дополнительные расширения. Больше пока нигде не рассматривал. Если интересно будет, то напишите. Сайт nextendweb.com Далее. Далее. Следующая категория – администрирование. Лучшим бесплатным расширением по созданию резервных копий является компонент Akiba Backup. Естественно, в платной версии это расширение также лучшее. Разница в бесплатной и платной версии в том, что платная версия автоматически может загружать ваши резервные копии на удаленное хранилище. На Amazon, на FTP, в Dropbox или в другой файлообменник. Причем восстановить свой сайт вы также можете прямо из удаленного хранилища. Например, с Amazon. Кроме этого, если у вас на одном домене используется несколько сайтов, то вы можете сделать разные резервные копии для каждого сайта. Например, у меня на домене alexcourt.f.ru используются три разных скрипта. Это Joomla, это OrderMaster, это скрипт Kayaka. Данные скрипты у меня для каждого из них делается отдельная резервная копия и складывается в отдельную папочку. Это благодаря именно платной версии. Дальше. Плагин для очистки кэша. Кэш-клинер. Незаменимая вещь. Данный плагин ставлю одним из первых при установке сайта. Позволяет избежать большое количество головной боли при разработке. И я сейчас ставлю платную версию. Отличается платная от бесплатной тем, что вам не нужно нажимать кнопочку для очистки кэша. То есть вы сохранили материал, вы создали пункт меню, вы создали категорию. Кэш сразу очищается. Это удобно, когда работаете на большой скорости. Дальше. Компонент для защиты вашего сайта RS Firewall. Рассматривал данный компонент во всех версиях курса по защите. И как раз в актуальной версии данный компонент занимает у нас особое место. Не скажу, что с помощью данного компонента вы навсегда избавитесь от возможностей взлома. Есть еще много нюансов. Но со своей задачей RS Firewall справляется на отлично. Он выявляет брешу безопасности, помогает часть бреши закрыть. И предотвращает ряд различных атак на ваш сайт. Дальше. Плагин ZSH Optimize. Мы его рассматривали в курсе по ускорению сайта. Он позволяет ускорить загрузку вашего сайта благодаря сжатию CSS, JavaScript и минификации данных элементов. Плюс позволяет использовать спрайты, отложенную загрузку изображений и наладить работу скриптов, именно отрегулировать их загрузку. На ряде сайтов с помощью данного расширения получаются хорошие результаты. Почему не на всех сайтах? Потому что у каждого сайта есть свои больные места в оптимизации. Но ZSH Optimize у нас справляется именно с оптимизацией скриптов. И я всегда использую платную версию, потому что там гораздо больше возможностей по оптимизации. Точнее, основные возможности, которые дают прирост, они используются только в платной версии. Итак, мы с вами рассмотрели сейчас основные популярные платные расширения, которые я использую на своих сервисах, которые себя зарекомендовали. Если вам интересны курсы по каким-то из этих расширений, то смело задавайте вопрос в комментариях. Если наберется достаточное количество интересующихся, то запишу курсы или отдельные видео уроки по каждому расширению. Если же вас интересует какой-то еще иной функционал, напишите, я расскажу, потому что это все-таки не все расширения, которые я использую, а только самые популярные, которые пригодятся большому количеству сайтов. Итак, с вами был Александр Куртеев. До скорых встреч. Пока-пока.